Знакомьтесь, Артем будущий гроссмейстер и чемпион мира по шахматам. Цель его амбициозна, но и логика железная. Боиция лучшая. Сегодня первоклассник на соревнованиях в селе Баева. Из Барнаула он приехал, чтобы обыграть ребят из Мамонтова, Завьялова и Панкрушихи. Всего 10 делегаций. 62 игрока разыграют 4 комплекта медалей. Обладатели золота схлестнутся за звание абсолютного победителя. Сыграем пешечку сожру, потом корняшку заберу, а потом мы сыграем так вот и сыграем пешечку. И все. В прошлом году Федерация шахматов Алтайского края выиграла президентский грант, направленный на то, чтобы открыть детский шахматный клуб сельский именно в семи районах Алтайского края. Когда мы заходили в район, мы видели, что там вместо пешек пробки. В списке есть Благовещенский, Советский и Романовский районы. Сегодня проект охватывает более 10 тысяч школьников, половина из них ученики младших классов. Первый шаг – привлечь сразу 8%, а это 420 детей. Пошли, пожалуйста. А вы знали, что правильные шахматы развивают моторику? По правилам, говорит Артем, одной рукой нужно сделать шаг и остановить время. Поэтому мальчик любит тяжелые фигуры. Здесь все как надо, даже часы, как у мировых гроссмейстеров. Нужно развивать мышление, нужно думать. Хотели выработать внимание, усидчивость. Поэтому другими видами спорта тоже можно параллельно заниматься. Ты постоянно вьешь во время игры, тебе это как-то помогает? Нет, просто я иногда, если я вот так вот стучу, у меня какие-то мысли приходят в голове. Пожарить, допустим, ферзя, а потом выиграть ладью, ладью и коня. Это 13 пешек. Такая заготовка принесла победу. В своей возрастной группе Артем взял золото. Правда, абсолютным победителем стал игрок из Мамонтова Денис Майер. Его команда по итогам турнира оказалась самой титулованной. Елена Кузовкина, Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком.